Россия проведет собственное разбирательство по следам допингового скандала вокруг наших легкоатлетов. Такое поручение дал президент на совещании по спорту, которое прошло в Сочи накануне поздно вечером. Эта встреча планировалась давно, но помимо намеченного обсуждения подготовки к предстоящим летам Олимпийским играм в Бразилии, коснулись и событий последних дней. Как защитить наших спортсменов от допинга и кто должен понести ответственность за применение запрещенных препаратов, если такие факты будут доказаны? Обо всем подробнее Александра Черепнина. Совещание по спорту в президентском графике было плановым. Его главная тема подготовка к Олимпиаде в Бразилии была известна заранее, но допинговый скандал в легкой атлетике, невиданный по размаху и уровню обвинений, не мог не появиться в повестке. Владимир Путин сразу подчеркнул, мы всегда за спортивное поведение и честные правила игры. Виновные, безусловно, должны быть наказаны, но именно виновные, а не все без исключения. Спортивная борьба только тогда и становится привлекательной, если она является честной. Ответственность, если мы придем к выводу, что кто-то должен отвечать за нечто такое, что нарушает имеющееся правило в антидопинговой сфере, ответственность должна быть персонифицированной. Это общее правило вообще. Ответственность всегда должна быть персональной. И уж точно совершенно спортсмены, которые далеки от допинга, никогда к нему не притрагивались и не занимаются этим, не должны отвечать за тех, кто что-то нарушает. Несмотря на неоднозначность доказательной базы, в основе которой не заключение экспертов, а журналистское расследование, Россия готова сотрудничать с международными инстанциями по всем спорным вопросам. И в первую очередь, отметил президент, мы сами заинтересованы в том, чтобы наши антидопинговые службы работали безукоризненно. Необходимо провести своё собственное внутреннее расследование и обеспечить самое открытое, я вот хочу это подчеркнуть, самое открытое профессиональное сотрудничество с международными антидопинговыми структурами. Мы в России должны сделать всё для того, чтобы избавиться от этой проблемы. Действительно, согласен, эта проблема не только российская, но если у наших зарубежных коллег есть вопросы, то они должны быть закрыты, причём должно быть это сделано в профессиональной добросовестной работе вместе с нашими коллегами. Если нужно, то можно пойти и на организационные мероприятия, но в любом случае нужно защитить наших спортсменов от применения запрещённых препаратов. И прежде всего это нужно для них, для наших спортсменов, для здоровья. Российские легкоатлеты продолжают тренировки в обычном режиме. Они сейчас как раз на сборах в Сочи. О возможном отстранении сборной от всех крупнейших соревнований, Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в том числе, спортсмены стараются не думать. Россия это всё-таки одна из самых сильнейших стран в легкоатлетике. Занимает обычно лидирующие позиции. И поэтому, конечно, другим странам в любом случае будет выгодно, чтобы российские спортсмены стали на ступень, а то и на две ниже. А лучше вообще их убрать. Мы готовимся, тренируемся и настраиваемся на Олимпиаду. И только на неё. Поэтому надеемся и верим, что всё закончится хорошо. Доклад независимой комиссии ВАДа фактически сводится к тому, что система допинг-контроля в России не работала. Наши специалисты сейчас готовят на эти обвинения ответ. Виталий Мутко заявил, он не исключает, чтобы подтвердить приверженность страны к нулевой толерантности в отношении запрещенных препаратов директором Московской антидопинговой лаборатории. Вместо ушедшего накануне в отставку Григория Радченкова может стать иностранец. Министр спорта также не стал отрицать, что некоторые проблемы, о которых говорится в докладе, раньше и правда имели место. Но многие нарушения были устранены. Что касается заявлений о пересмотре результатов Лондона, допустим, то, что призывается. Я-то вообще огромный противник возврата назад. Но, чтобы было понятно, Олимпийские игры в Лондоне. Каждый спортсмен, вошедший в тройку призеров, перед вручением медалей прошел допинг-контроль. Допинг-контролем занимались в Лондоне лаборатория британская, антидопинговая британская организация. Так они сами себя высекают. По требованию ВАДа антидопинговая лаборатория в Москве приостановила работу и ждет переаттестации. По словам Виталия Мутко, Россия готова принять у себя и мониторинговую группу ЮНЕСКО по допингу. Подготовку к Олимпиаде в Бразилии на совещании у президента обсуждали по каждому виду спорта. Готовности по многим дисциплинам у Владимира Путина было немало вопросов. Отборочный предолимпийский цикл уже показал имеющиеся у нас слабые места. Это практически все игровые виды спорта. Велоспорт в шоссейных дисциплинах, а также плавание, пулевая стрельба, грибной спорт, театлон, настольный теннис и бутминтон. Предолимпийский год для спортсменов всегда самый напряженный. Где готовиться к соревнованиям вопрос не стоит. Самые современные спортивные базы есть. На одной из них как раз и проходило совещание. Федеральный центр единоборств. Это комплекс, где есть все для подготовки к самым разным соревнованиям. Вот этот зал, к примеру, универсальный. Здесь в одной части тренажеры, самые современные. В другой тут же проходят занятия по настольному теннису. И это еще не все. Зеркала на стенах как подсказка. Если теннисные столы убрать, то получится зал для хореографии. А если на полу постелить маты, то можно заниматься художественной гимнастикой. В зале, где тренировалась сборная по борьбе, спортсмены, пользуясь моментом, поблагодарили Владимира Путина за то, что у них не отняли возможность выступать на Олимпиаде. Два года назад исполком Международного Олимпийского комитета рекомендовал исключить борьбу из программы Игорь. Россия традиционно претендует в этом виде на высшие награды. Что нам удалось сделать, это удержать борьбу в составе Олимпийского комитета. Это благодаря вас его оставить. Я тоже постарался. Благодаря решению Олимпийского комитета. Это странно, да? Убрать борьбу из Олимпийских. Но это как-то вообще... С этого Олимпийских игр начинать. Это приблизительно та же политика. Была, как сегодня идет, с легкой атлетикой, с допингом. Самый лучший допинг для нас был. Это больше тренировок, чем наши соперники. Поэтому мы под таким девизом работаем. На совещании в Сочи прилетели главы всех федераций летних олимпийских видов спорта. Не было только представителей от легкой атлетики. Вадим Зеличенок с коллегами заняты подготовкой ответа по допинговому скандалу для Международной легкоатлетической федерации. Он должен быть готов уже в пятницу. Александра Черепнина, Рия Марин, Владимир Повлюков, Марина Лисеева. Первый канал. Сочи. И вот как только что он заявил исполняющий обязанности руководителя Всероссийской федерации легкой атлетики, в докладе для Международной ассоциации будут даны конкретные ответы по каждому пункту обвинений. Если же все-таки будет принято решение отстранить наших спортсменов от участия в Олимпиаде в Бразилии, Российская федерация подаст апелляцию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова